Абхазия 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 Уже через три месяца в свет выйдет книга, посвященная Сергею Багабш. Автор Екатерина Бейбе. В гостях у известного журналиста и писателя побывали наши корреспонденты. Подробно о книге расскажет Аманда Пония. Абхазия 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 2500 гектаров земли уже вспахали за счет государства. По словам министра сельского хозяйства Даура Тарба, это хороший результат. Он добавил, что изначально было запланировано вспахать 3000 гектаров земли. По районам, по Гаговскому району 320 гектаров, по Гудаутскому району 550 гектаров, по Сухумскому 190 гектаров району, по Гудрибскому району 450 гектаров, по Чемчирскому району 650 гектаров, по Тхорчалскому району 250 гектаров, по Гайскому району 560 гектаров. В общем, суммируя все это, у нас получилось 3000 гектаров. Даур Тарба отметил, что на приобретение дистоплива Беслан Барциц из фонда премьер-министра выделил более 2 миллионов рублей. По всей республике есть только 60 тракторов, но, к сожалению, не все в рабочем состоянии. К примеру, в Ачимчирском районе их всего 17, но на ходу только 11. По словам начальника машино-тракторной станции Гульрыбского района Нодара Качабава, с каждым годом все труднее становится находить трактористов. Нет механиков, их отсутствие, безусловно, сказывается на работе техники. Если во время пахоты произошла поломка, трактористы сами вынуждены ее устранить. В селе Багмаран всего 25 дворов занимаются пахотами земель. Весенние полевые работы в этом селе уже близятся к завершению. Мы уже где-то спахали гектаров 6-7, ну из-за погоды. Мы уже на посев хотели пойти, но погоды, условия не дали нам, а вот надеюсь, сегодня-завтра мы уже закончим. По словам жителей села Багмаран, Арды Берзения, для любого крестьянина такая помощь от государства – сильная поддержка. По окончанию пахоты земель всем работникам будет выплачена заработная плата. Село, прилежащее к Галскому и Ткорчалскому районам, уже выполнили свой план весенних полевых работ. Министр сельского хозяйства Даур Тарба отметил, что после окончания первой пахоты будет проведена инвентаризация всех земель. Это вынужденная мера для борьбы с неплательщиками налогов. Говорим, что по Чемчевскому 650 гектаров мы запланировали, а на самом деле под 3000 гектаров – это часть земель, которая подлежит налогообложению. Это средства, которые должны поступать в районный бюджет. Она должна пополняться как раз таки, когда наш президент говорит, есть у нас внутренние свои резервы. Это как раз таки одно из тех направлений, где надо просто изыскивать, работать, правильно составлять соответствующие документы. На территории всей республики земельные пахоты будут завершены до 20 июня. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Четыре дня большая часть Гагры оставалась без воды. Проблему удалось устранить, и вода снова поступила в дома. По поручению премьер-министра Беслана Барцац, экологи и геологи страны выясняли причины длительного отключения подачи воды. Подробности смотрите в сюжете Саиды Жиба. Причиной данного загрязнения, скорее всего, является обрушение стенок в карцевых бассейнах. Поверхностные воды большого влияния на уровень реки не оказывают. Следовательно, мы можем сделать предположение о наличии больших карцевых бассейнов под землей. Источником этого обрушения могла явиться совокупность факторов. Это и высокая сейсмичность данного района, это и разрушение известняков под действием воды. Проба были сняты, проведены исследования. Была очень высокая мощность воды и, конечно же, для питья непригодна. Какие-то химические агрессивные элементы в воде не было. Сейчас то, что происходит с водой, на 50% улучшилось все. Я так думаю, что еще пару дней вода придет в свое состояние, ее можно будет употреблять. Это и на 50% улучшилось все. Я хочу еще раз вам сказать, что никто не оставляет без внимания этот вопрос, этот процесс. Мы ежедневно мониторим, ежедневно занимаемся этим вопросами. Вы видите, что государство не осталось в стороне, поэтому сегодня комиссия, которая выделена, она постоянно будет мониторить, постоянно будет заниматься всеми теми вопросами, которые касаются РИПРО, которые касаются водоснабжения города Гагрия. Я еще раз хочу принести свои извинения горожанам за те неудобства, которые были созданы в этот период, по независимым от нас обстоятельствам. Мы, в свою очередь, делаем все для того, чтобы вода была у вас. Сотрудники МЧС Абхазии нашли тело пропавшего на днях гражданина села Кынды Хачимчирского района 70-летнего Эдуарда Амзаяна. Подробности в сюжете Пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Вчера в районе села Кынды Качимчирского района пропал 70-летний Амзаян Эдуард. По словам родственников, он уехал на рыбалку на велосипеде, и с тех пор его никто не видел. Первичные поиски, организованные родными и соседями, не дали результатов. Лишь на одном из полевых участков были обнаружены велосипеды собака пропавшего. Затем люди обратились к спасателям Ачимчирского района. Дальнейшие поиски привели к колодцу, затерявшемуся в зарослях колючего кустарника. Глубина его составила около 15 метров. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустились в колодец, на дне которого было обнаружено тело гражданина Амзаян. По предварительной версии погибший, собирая молодые побеги колючки, не заметил колодца в зарослях и упал в него. Тело погибшего было передано родственникам и представителям прокуратуры. МОП города Сухум водоканал сообщает, что в связи с ремонтными работами канализационной сети микрорайона Старый поселок 30 мая с 12 часов ночи до 6 часов вечера будет прекращена подача питьевой воды на новом районе, микрорайоне Старый поселок, в центральной и на горных частях города и в районе Виема. День славянской письменности и культуры отметили в культурно-деловом центре Дом Москвы в Сухуме. Артист театра на Таганке Роман Стабуров стал главным гостем поэтического вечера, посвященного празднику. Артист театра на Таганке Роман Стабуров отметил, что народы Абхазии и России относятся друг к другу с большим уважением, и их объединяет не только дружба, история, но и русское слово. Давайте поговорим стихами великой русской поэзии, о любви, о детях, о философии, о Боге. Ну и, конечно, нам в этом помогут романсы, которые являются неотъемлемой частью поэтической русской культуры. Вечер прошел в интерактивном формате. Роман Стабуров зачитывал стихи классиков русской поэзии, а тот, кто угадывал автора прочитанных строк, уже сам должен был прочесть одно из своих любимых стихотворений. Гости читали произведения русских поэтов. Первым, кто угадал строки Йосифа Мандельштама, прочитанный актером Таганки стал народный поэт Абхазии Мушни Ласури. Поздравив всех с праздником словесности, он прочитал отрывки своего перевода Евгения Онегина на абхазском языке. Директор Дома Москвы Зоя Баутина подчеркнула важность праздника Дня славянской письменности и культуры. Мы организовали этот праздник вместе с Россотрудничеством в уютном зале Дома Москвы. И считаем, что он традиционно очень хорошо проходит в Абхазии. Пришли гости разных национальностей, которые вместе с нами почитают стихи, будут исполнены русские романсы и прозвучит прекрасное русское слово. В чтении стихов участвовали не только взрослые, но и маленькие любители произведений русской классики. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы не тогда. Так надежду я имела хоть ехто под неделю раз в деревне нашей видеть вас. Вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры, празднику, приуроченному Дню памяти создателей старославянской азбуки святых Кирилла и Мефодия, посетили общественные деятели, представители культуры и духовенства. Финал вокального проекта телеканала НТВ «Ты супер» позади. Победитель Валерия Адлиба уже готовится к выступлению на новой волне. Однако выступление Леры в Кремле надолго останется в нашей памяти. То был настоящий фейерверк эмоций. Сразу после финального концерта с победительницей первого сезона проекта «Ты супер» встретилась наш корреспондент Сарья Смар. Валерия Адлиба. Валерия Адлиба становится победителем первого сезона «Шоу Ты супер». В этот момент Валерия не смогла сдержать эмоции. Она заплачет, стоя на такой большой сцене. А слова благодарности сделали этот момент еще трогательнее. Этой большой победе радовались все. На сцене Кремлевского дворца исполнилась заветная мечта маленькой хрупкой девочки из-за Чемчиры. Девочки с невероятно сильным и красивым голосом. Она впервые вышла на большую сцену несколько месяцев назад. Но тогда никто не мог предположить, что этот проект так изменит ее жизнь. Она с таким упорством старалась пройти в каждый следующий тур, что у нее все получилось. Финальный концерт для Валерии оказался самым сложным. Еще за день до него она призналась, что боится подвести тех, кто в нее верит и поддерживает все это время. И, как оказалось, не подвела. Она спела так, что в зале никто не смог сдержать слез. Песня «Ани Лоракт» и «Мой сон» в исполнении 12-летней Леры тронула до глубины души каждого в зале. Концерт закончился, и вот все рвутся к сцене. Каждый хочет поздравить Леру с победой и пожелать ей успехов в будущем. Она отстояла, отстояла честь нашей Абхазии родной. Это победа всей нашей Абхазии. Поздравляю всех. Хочу отметить, что все болели и в Абхазии, и здесь, в России. После недолгого общения Леру уводят за кулисы. Но, как оказалось, расходиться здесь никто не планировал. Буквально несколько минут назад здесь, в Кремлевском дворце, закончился финал конкурса «Ты супер». Победителем конкурса оказалась наша Валерия Адлейба. Абхазский народ буквально ликует. Здесь они очень долгое время не расходились. С абхазскими флагами и танцами уже на улице встречала Валерию абхазская молодежь. Для них это победа не только Леры, но и всего народа. Студенты, которые живут в Москве, говорили, что оставили все свои дела и пришли болеть за Леру. А у них в университетах уже знают, что на проекте есть такая маленькая девочка Лера, которая будет петь в Кремле. Получили большое удовольствие от выступления нашей Леры. Мы ее очень сильно гордимся. Вся Абхазия сегодня была в таком ожидании. Чудо, это чудо свершилось. Мы еще раз доказали, что мы большая страна, мы большой, великий народ и у нас есть чем гордиться. Победа Леры – большая победа не только для нее, но и для нас. Мы очень рады за нее. Она продвигает имя нашей страны. Когда я услышала имя победителя и что это оказалось Лера, на меня нахлынули большие эмоции и чувства. Я была рада, я гордилась тем, что победила именно Лера, что она абхазская, что Абхазия заняла первое место на данном конкурсе. Нам очень понравилось выступление Леры. Это для нас большая честь, гордость. Мы все рады за нее. Она невероятная. Было все очень красиво. И Лера, ты супер. Спасибо всем за поддержку. На самом деле огромная благодарность всей Абхазии, всей молодежи, всему населению. Потому что нас мало, но мы огромная сила. Значит, мы победим. Ура! В этот вечер Леру поддерживали представители Абхазской диаспоры в Москве, а также гости из Абхазии, которые специально приехали на концерт. Риспект организаторам, которые подарили столько тепла, столько доброты, гордости за всех вместе и за каждого по отдельности. Дети, ребятишки, они только жить начинают. Пусть следуют за своим ангелом-хранителем и с Богом. У них сложная у всех, непростая судьба. Удачи и любви, которым так детишкам не хватает. Я считаю, что победа Леры Адлиба имеет огромное значение для всех жителей Абхазии, для граждан Абхазии, для тех Абхазов и граждан Абхазии, которые проживают в Российской Федерации, в Москве. Я думаю, грандиозный успех, другим словом, это назвать невозможно. Хрупкая маленькая девочка покорила Москву, покорила центральные телеканалы. И в итоге вот такой триумф на кремлевской сцене. Сама Валерия в этот момент еще не могла поверить в то, что именно она стала победителем. Но теперь она уверена, если чего-то очень сильно захотеть, то мечта сбудется. Впереди у девочки большие планы. Когда назвали твое имя, на главности они кремлят, что ты почувствовала? Какие у тебя были ощущения? Я не знаю. Все внутри переменуло, не все. Ну, я планирую дальше заниматься пением. И покорять вершины. Первый сезон проекта «Ты супер» подошел к концу. За время своего существования он успел стать по-настоящему любимым и таким нужным. На протяжении нескольких месяцев здесь было все. Слезы, переживания, радостные минуты встреч со своими близкими людьми. Эти талантливые дети с такими тяжелыми судебами заставляли буквально замирать перед экранами телевизоров. Но среди всех них лучшей оказалась одна маленькая девочка с большими и мудрыми глазами из Абхазии – Валерия Адлиба. Эта нежная девочка до сих пор пела только для себя. Но стоило ей выйти на сцену, и она сумела покорить не только жюри, но и сердца миллионов зрителей. Сарья Смэр, Беслан Чхинджерия, из Москвы. Специально для Абхазского телевидения. И в конце выпуска, как обычно, о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 24-26 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова